В курсе, что у нас сейчас введен? Самоизоляция введена. На основании чего передвигаемся по городу? А у меня справки есть. Давайте показывайте. Определенного образца должно быть справка в курсе, да? Да, вроде как. Так, у вас она опять онлайн? Должна быть в регинале. Подписана директором. Михаил Сергеевич предпочитает оставаться дома и другим советует. Но сейчас едет по долгу службы – лечить больных. Говорит, введенные в регионе меры по самоизоляции эффективны. Думаю, да, нужны. Более того, посты бьем установил. Но вы же сами не дома. Я врач, я по долгу службы. У меня работа здесь рядом. Сотрудники ГИБДД рассказывают об ограничительных мерах, которые были введены губернатором Дмитрием Азаровым и обязательны к соблюдению. Каждому из водителей придется обосновать, зачем он выехал из дома. А в данный момент куда направляетесь? Мама везет с работы. С работы, да? В основании правительства Российской Федерации слышали, да, что надо находиться дома. Потому что маму вот лучше не в общественном транспорте, я сама привезу, отвезу. А мама почему не дома? А мама теперь едет домой на карантине, все. Нужны. Почему? Чтобы люди все-таки сидели дома, не гуляли. А в данный момент какой больницы? В Ирошевске. В Ирошевске? Проблемы с глазом? Да, после операции. В курсе то, что у нас карантин, да, в России? Ну да, да. В составление правительства знаете? Да. То есть сейчас в больнице и домой? Да, сейчас обратно домой. А в данный момент куда едете? В больницу. В больницу и идете? Кого-то возвращают домой, а кому-то приходится закрыть торговые точки. Патрули полиции выявляют недобросовестных предпринимателей. Необходимо прекратить торговую деятельность. В связи с коронавирусом. Будем, будем прекращаться. Прямо сейчас. Хорошо, сейчас закроем. Во время усиленного режима самоизоляции имеют право работать организации, обеспечивающие население продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости, а также медицинские учреждения, промышленные предприятия, где ведется непрерывная работа, средства массовой информации, органы власти и другие. Елена Малютина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова